сегодня у нас 31 декабря 2021 года вот немножко рассказать о событиях каких это я над своим рабочим столом показываю как здесь я работаю это работа настоящая сейчас покажу где приехала наша сестра съездила своим какой район называется усть-пристанский новость при усть это означает там вода рядом еще пришла иди гуляй вот наши сестры стоят здесь сам володя чебарничает слова чебарничает если кто не знает означает работает с посудой гремит тут у него не получается гремит так остальное как надо вот то печка у нас топится люблю вот когда печка не надо и не мазать белить зря она хорошая ну понятно понятно сказать нельзя так хотя бы так так сестра немножко расскажи где этот район находится одна скакую сторону ехать из барнаула я думаю это подрядом какие-то в какую сторону такие города там рядом там коробей никого рядом коробей никого там рядом как крестный ход вы не знаете куда идет листья район роде никого но от мы победки ездили в карабине кого-то вот рядышко В Коробейниково, это у вас там крестные ходы туда идут. 30 километров. Ну, та самая такая зона безбожная. Мы там были. 475 Новых Заветов раздали. А в деревне, я не знаю, то ли один или два нашли. Там роман был такой. И как он на нас, это все мы засняли. И только Игнатий Николаевич, уезжайте поскорее, уезжайте. Я говорю, как гадаринские жители, когда свиньи у них бросились с крутизны, они тоже уходи, уходи. Ну, и вызвал милицию. А он ходит, майор там, а что делать-то? Мы стоим за пределами Невограде, а просто на улице стоим. И что? Я все это на диске записал, архиерею дал. Я говорю, как вы? В Павловске были та же милиция. Вы, Слову Божию, противитесь. Вы хуже тех, которые распинали Христа. Те не знали, а вы знаете, вид даете, знаете. Ладно. А его епископом поставили. Вот такая история. Так что, я хотел сказать, сегодня небольшой у меня ночью переписка была. Маргарита Лилия. Кто может прочитать здесь, что она пишет мне? Ну-ка. У тебя не видно, очков нету, да? Ну, Володя, ну-ка иди, прочитай. И передвигай. Инат Тихонович, у меня вопрос к вам. Я выгнала мужа. Сказала по телефону. Выгнала. Коммуналку не хочет платить. Значит, и нечего приходить сюда. Долг за три месяца накопился. Не хочет ни продукты покупать, ни коммуналку платить. Трое маленьких детей. Ждет, когда я заплачу за коммуналку. Денег в семью не приносит. Правильно ли я поступил? Если нет, то как нужно поступить? Неверующий курит, пьет, свернословит. На все стараюсь закрывать глаза. Ну, что дальше? Ну, что деньги не приносит семью? Не могу игнорировать. Да и думаю, что не должна. Так, ну и дальше продерни. Тут мой ответ. Прогоняй дальше. Считай. Мир вам, дорогая сестра Маргарита. И твои крохотульки резвые. Ах ты, милая, что же ты чуть пораньше не позвонила? Пока еще, бедолага, муж был дома. Примириться по-настоящему трудно, конечно. Но я молюсь о вас всех. Он должен сам прийти. Пока помолчи и молись. И больше так скороповедительно не устрой линию фронта. Не устрояй линию фронта. Через неделю мне сообщи. А когда он придет, будет трезвым, обними его и поцелуй молча. И голову склони перед ним с улыбкой, тихой. И дети, чтобы его обняли. Кто за ноги, кто спереди, а кто-то и сзади. А потом утри слезу, взгляни на него. С махоньким укором и опять улыбнись. И поскорее приглашай его за стол. И как ненаглядно угощай. Налей ему легкого чая на травах. И туда святой водички плесни. Чтобы он прилип к вам. И обрани Бог, чтобы ты его упрекала хотя бы единым словом когда-либо. Или ныло под боком. Ни-ни. Бог помощь вам всем. Она тоже ответила. С миром принимает, Надь Тихонович. Действительно, вспыльчиво я очень. Благодарю вас за такие теплые слова. За все благодарю. Спасибо, Христос. Надежде Васильевне и Володе поклон. Детки про вас всех вспоминают. Так, ну-ка, Дьори, там я... Дальше нету моего ничего. Аллилуйя. Вот и все. Вот. Вот один человек, а из сколько новых людей пришло. И вот говорят, как находите ключ к ним? Да это все на поверхности лежит. Ну, вот ты его встретишь когда-нибудь, узнаешь. Ребятишки махонькие совсем. Вот он такой. Вот он скверноцовый. Но не сегодня же он научился материться. Это ты же его любила. Ты же его приняла. Это не просто приняла. Дети ему принадлежат где-то. И он такой. Ну, давайте дальше проиграем. Категорически стало. Платить все равно придется коммуналку. От него нет толку. Ну, сколько он там ест? Деньги-то не забирают. Он тебе за детей платит. А одна не сможешь. Еще может случиться, кто-то к тебе будет свататься. И да и мало ли что. И он-то куда теперь? Перетерпи, а дальше видно будет. У нас потеряевки были такие, которые мужики оставили своих жен. Ну, и мы-то этого не знали. А потом, вот когда он пришел уже под старость, видимо, там не заладится, она его не приняла. Ну, а зачем теперь уже? Жизнь кончается. Василий Великой говорит, даже если он изменяет, и тогда не даем совета разводиться. Имеешь право развестись. Но советуем попытаться сохранить семью, чтобы тебе не жалеть потом. Потому что женщина, как ей крути, вот в Англии был этот большой тест, много людей испытывали. На 25% меньшее разумение. По разуму, только не по чем-то. Ну, и мужиков спрашивали, говорят, ну вот у вас какое желание к жене, чтобы что-то она изменилась? Почти 100% ответили, чтобы одевалась поскорее. Она одевается, одну пуговку застегнет, половина тюбика искрасит на себя. Вторую пуговку застегивает, какое-то золы или пепло в глаза сыпет. Глаза как могила черная. Вчера я одну женщину слушал здесь. Она миссионерка была, помогала, ездила, видимо, брать. Ну, я так понял ее. Высокая ростом такая, ну, бесплатка, естественно. И как ее там, она беседала с раввином, видимо, ее корни были еврейские. Она отреклась от Христа и полностью пошла туда. Ну, она никакая. Но до того мне стало жалко ее. Никогда не скажешь, Христос воскрес. А впереди еще встреча со Христом, когда суд Божий будет. Говорит, лучше бы им не познать, Павел говорит, познавши истину, вернуйся назад, как пес на блевотину. И вымытая свинья идет вернуться в гости. Зачем? Для них нет жертвы за грех. Но некое страшное ожидание, готовое пожрать. Ну, она с ними будет. И особенно я тревожусь, что в Израиле столько много разных группировок мессианских, которые пропадают о Христе. И она везде властям на всех жалует. То есть она пошла в Абан где-то, выдавая, видимо. Вот если она сейчас думает вернуться в христианство, а отлучение от церкви 30 лет. 30 лет. Это Григория Ниакасиарискова, правило 12. Так что она никто для меня. Ну, я давно не испытывал такой горечи, как вот ее. И она все говорит, остановиться не может. Ее стоит и мотается, и мотается там за капитрой. Я во всем вижу, что внутри ее очень большой непорядок. Ну, она маленько так кинула-то. Ну, ты такая. Ну, а куда ты денешь? Златоуста, апостола Павла, святых евангелий. То есть она все по боку. Какие там причины? Ну, она знает. Он, конечно, вышел за такого замуж. Вот больше ничего и нет. Поэтому надо делать все с проглядом на будущую жизнь. А как это будет? Как? И вот сейчас я, когда в этой прокуратуре-то сказали, вчера мы были в краевом прокуратуре, мне нужно было... Я сейчас открою. Вот. Это мы были в краевой суде. В краевом суде. В краевом суде, да. Я отправил мое содержание письма Вячеславу. И он вот еще написал. Кто-то бы просчитал мне. Я, может, достану. Это он узнал, как зовут этого судью краевого. Это Пашков, раньше был Виктор Иванович. Он уважаемый, Эдуард Юрьевич. Я Лапкин Игнатий Тиханович. 10-го, 6-го, 39-го года рождения паспорт Российской Федерации, номер такой-то, был осужден Краевым Алтайским судом 10 июля 1986 года по статье 191 УК РСФСР. Освобожден 26 марта 1987 года. В соответствии с указом о помиловании от Президиума Верховного Совета СССР. Реабилитирован 4 января 1992 года как жертва политических репрессий. Прошу вас, направите мне следующие копии, сканы документов. Первое. Приговор или выписку из приговора от 10 июля 1986 года, доказывающую, что никакой другой статьи, кроме 191 УК РСФСР, мне не инкриминировалось. Не инкриминировалось. Там что-то у него. Второе. Приговор или выписку из приговора, доказывающую, что я, что вину мне ставилось распространение книги архипелага ГУЛАГ Солженицына доказать. Третье. Решение. Определяющее или постановление, определение или постановление, вынесенное по моему делу. Данные, копии необходимы. Какие-то буквы другие совсем. Мне это для личного архива, а также для опровержения неверной и порочащей мою честь и достоинной информации в сети интернет. Данные копии, сканы документов, выписок прошу оформить на официальном бланке суда с подписями и печатью и выставить по адресу Барнаул, такой вот адрес, и также направить ее электронную почту. На электронную почту. Туда. Все. Вот уже вчера ему послал, он мои данные паспортные, выписал, и все. Теперь ждать. А юстиция там по лагерю и по общине, это для Википедии требуется. Ну, сказали 10-го числа прийти. Я с собой иду, или она меня с собой берет, Любовь Николаевна, трудно сказать. Мы нормально сходили, все как у нас уже разнаряжено. Она говорит, я помалкиваю, стою, молюсь. И как Господь усмотрит. Ну, вот так. Ну, и съездила. Впечатление твое там, которое было. Как там, родные, тебя встретили? Встретили меня хорошо. Хорошо. Ну, они не против, что приезжаешь туда? Нет, они не ожидали, и они не верят. Они не верят до того момента, когда вот мы нашли уже жилье и увидели, что я серьезно настроена. А может, они знают? Знают. Знают. А дом какой, деревянный или кирпичный? Дом многоэтажный. Так там еще живут люди? Да. А как многоэтажный? Сколько этажей? Три. Три этажа в деревне? Ты смотри как. И все комнаты заняты? Все занято. Очень дорого там для меня, по крайней мере. Но главное, не отдельно вы. Ну, это я не знаю вам как, но я никогда так не жил. Мне нужен простор, и чтобы никто не стущал, не бился. Вот видишь, как Господь делает. Да. Одно время в городе Барнауле у меня было четыре квартиры в разных местах. И притом только за одну я заплатил для бабушек, чтобы из церкви негде было скитаться, они по вокзалам. А Надежда Васильевна там их принимала, и все. Остальное вот Бог дает, и палец о палец не ударил. Вот это за то, что сидел, реабилитирован, и суд был, я его выиграл, и вот рассчитались со мной власти двумя домами и тринадцать соток в центральном районе. Вот у Бога как все вымерено. Я стал считать, там в одном месте болел там сотник, за него ходатайстер, он нам говорит, и синагогу там построил, Господи. Вот я подумал, синагога – это училище, где молиться можно. И у меня таких синагог было, где молились мы семь. И в лагере, и там потеряевки были. Ни у кого. А вот так получается, что у меня. Только потеряевки в трех местах. Здесь тоже на втором этаже и собирались, и там я, он потрескивал дом купеческий, и там, в оси близко вода, и он наклонен маленько на бок. Я так боялся, что он рухнет. И во время моления выходил на улицу и стоял на улицу и молился. Ну, а теперь все, это то продано, там другие построили. И вот которые сейчас бьются, я тоже подарил там молодым. Ну, а там 12,8 квадрат. Но там самые главные мои работы были сделаны. Улица 2-ая, строители 62-16 в Барнауле. И фильмы, когда снимали там, прямо в этой комнате. И насчитывал, которые произведения все, 50 томов там. То есть добрые воспоминания, а его не сносят. Ну, я отдал его там. Которые снесли, дали квартиры. А это никак. Высчитывают из электричества, за воду, за мусор. Там никого нет. И дом аварийный. Вот что самое такое. Ну, там обманщики прилипают. Не знаю, с чем это кончится. Пока вот так. Ну, ладно. Спаси Христос. Спаси Христос.